Всем привет! В этом видео я хочу рассказать вам об еще одном замечательном лончере для Android под названием MIUI. Данное приложение вы можете скачать из Play Market, оно совершенно бесплатно. После установки и выбора в качестве основного, вы заметите, что изменился не только экран рабочего стола, ну и соответственно экран блокировки. Он также может запускать, выполнять несколько действий, запускать камеру, дайлер, SMS и соответственно разблокировать. Данный лончер примечательен тем, что здесь по типу айфона нет кнопки меню приложений и все приложения вывалены на рабочий стол. Естественно, что вы можете это все дело упорядочить, создавая папки и помещая приложение внутрь. Выполнив щипок, вы можете управлять рабочими столами, перемещать их, назначать главным, а также удалять пустые. Также вы можете добавлять новые, сколько их можно создать я не проверял, но как видите довольно много. Так что, в этом, я думаю, проблемы не возникнет. Еще данный лончер примечательен тем, что вы можете менять темы оформления. На данный момент я загрузил две темы. Если вы нажмете кнопку онлайн, то увидите еще множество тем, доступных для загрузки. Если мы изменим тему, то она поменяет и значки, и оформление папок, а также оформление экрана блокировки. Как вы видите, все изменилось. Изменились значки, а также изменится и сам экран блокировки. Тема этих великое множество там. Экраны блокировки у них отличаются. Значки различных стилей оформления. Также, что самое интересное, вы можете кастомизировать, используя, например, оформление локскрина от одной темы, а иконки от другой. Вот так выглядит еще одна тема оформления. Тем там действительно очень много. Вы вдоволь этим наиграетесь. Тем более, что постоянно выходят какие-то новые темы. Так что скучать не придется. Данный лончер имеет свои фирменные виджеты. Это виджеты всевозможных различных часов. Их тоже, опять же, большой выбор разных стилей оформления. Также виджет быстрого набора. Вы можете добавлять контакты, которым часто звоните, на свой рабочий стол. Также папка это тоже виджет. К сожалению, реализации удобного натаскивания одного значка на другой для создания папки здесь пока не предусмотрено. Дальше. Виджет запущенных приложений. Для тех людей, кто любит вручную все закрывать, свайпом вверх вы можете прибивать работающее приложение. Также существует кнопка закрыть все. А также свайпом вниз вы можете поставить замочек, чтобы данное приложение не закрывалось, когда вы нажимаете кнопку закрыть все. Также существует вот такой вот виджет с тумблерами, включение беспроводных сетей, фонарика и прочих дел. Достаточно интересно реализован и стильно выглядит. Далее. Еще есть вот такие вот виджеты. Маленьких часов, часов побольше, виджет поиска, также виджеты фотографий. Вы можете выносить там нужные вам фотографии в качестве виджета. Если вы удержите палец на экране, то увидите, что снизу вы можете видеть все доступные вам виджеты, а на самих виджетах появилась кнопка настройки. Нажав на нее, вы опять можете выйти в интернет, посмотреть варианты всевозможных стилей виджетов, а также различные размеры. Вот снизу вы можете увидеть 2х4, 2х2. Есть вообще огромные часы на весь экран. То есть в плане выбора вариантов оформления здесь, конечно, большие возможности. А теперь давайте взглянем, какие настройки есть у данного лончера. Сначала рассмотрим кнопку обои. Смена обоев здесь тоже выполнена довольно интересно. Вы можете менять обои экрана блокировки и экрана рабочего стола. Здесь вы будете видеть те, что у вас загружены, а здесь вы опять же будете видеть доступные для загрузки из интернета. Если вам понравилась какая-то либо картинка, нажимаете на нее, смотрите и нажимаете кнопку загрузить. После загрузки они будут доступны вот здесь. После этого вы открываете картинку, если она вам понравилась, нажимаете кнопку применить. Если же вам не понравилось, можете удалить. Итак, я применил новую картинку. Как вы видите, это все достаточно удобно и скучать опять же не придется. Далее. Настройки непосредственно самого лончера. Здесь мы можем менять анимацию перелистывания экранов. Здесь мы попадаем в окошко смены обоев. Здесь мы ставим двигаться ли обоим при перелистывании рабочих столов или, например, постоянно находиться по центру, по левой части или по его правой части. здесь галочка использовать высокие настройки графики. Эта галочка добавляет тени под иконками. Здесь мы выбираем дефолт. Лончер используем по дефолту. Здесь мы можем включать или отключать экран блокировки ми-хом. если вдруг вас не устраивает что после того как вы включаете смартфон и сначала на мгновение виден ваш рабочий стол то вы можете отключить данный экран блокировки и использовать тот, что идет по умолчанию. Здесь вы можете выбирать стиль рабочего стола. Здесь картинка для экрана блокировки и прочего. опять же то же самое. Тут всевозможные звуковые эффекты. Вибрация. Здесь вы если поставите галочку и выберете блокер как администратор приложения то нажав потом сюда вы сможете добавить вот такую вот иконочку на рабочий стол нажав на которую вы сможете блокировать свой смартфон как вы видите сначала на мгновение загорается рабочий стол а потом уже появляется экран блокировки так происходит довольно часто поэтому если вас такое положение вещей не устраивает нужно снять вот эту галочку и тогда вы будете использовать свой стандартный экран блокировки настройки ну в принципе вот и все настройки к сожалению здесь у данного лончера нет настроек жестов также нет возможности удержав виджет изменить ему размер лончера но думаю данный лончер все равно будет востребован тем более что он появился достаточно недавно еще находится в стадии развития бывает иногда и закрытие данного лончера ошибки но я думаю все это в ближайшем будущем допилится до идеала и сторонники рабочего стола в стиле айфона будут довольны на этом все спасибо за внимание до новых встреч